Здравствуйте и добро пожаловаться на канал Ласта Фавари Беларусь, я Ласта Фавари, давайте мы включим интерфейс и пойдем дальше. В прошлый раз мы выиграли ярмарку, получили вот где-то примерно этот замечательный плащ, шатвы, который прибавляет харизму, плюс один слегка так немножко. Я за время с прошлого эпизода немножко переиграл своего персонажа, чтобы мне перекинуть навыки чуть-чуть и умения, потому что раньше у меня по дефолту с бардовским шутовским пакетом шла ловкость рук, которая мне не очень нужна, я не рога, не вор, поэтому я решил, что мне что-нибудь более дефолтовое в виде парирования пригодится больше, потому что я буду сражаться. Вот нам как раз и меч выдали, и арбалет мы еще в прошлый раз получили, и болтиков 50, так что я думаю, мы просто пойдем вперед. Окей? Больше здесь нет ничего? Угу. Пошли, посмотрим, может быть, здесь есть что-нибудь хорошего, хорошего может быть и есть, например, стол, может быть не густой, но вот, к сожалению, у нас есть дворфы. Дворфы, это не так уж плохо, давайте я посмотрю храбуски, наверное, я возьму мячик, можно? И мы будем дальше отмубиться. Бе-е-е-е-е-е! Эми пользуется магией, пользуется, и мы всю эту компанию даже не заметили, как раздолбали, давайте я посмотрю, что у них есть хороший посох. Это вполне мажеская приспособа, хотя в данном случае не магическая, однако более соответствующая может быть, чем дубинка. Давайте мы перекинем часть вещей, так, ну камуши драгоценные туда, дубина, пусть будет пока здесь, да, хоть какой-нибудь оружие, там мы сообразим, надо полагать. Давайте обследуем стол. Окей. Ага, деньги, инструменты и склянка с кислотовой. Хорошо, я тебя посмотрю, что там за склянка такая? Хм. А, это у нее, ну ей инструменты эти не нужны, она ее пользоваться не умеет. А касательно склянки изучить? Понятно, разобьется, значит, типа гранаты с кислотным уроном. Договорились, я буду где-то впереди, значит мне исклянку таскать, и в принципе, в принципе, давайте сохранимся и пойдем вперед. Пошли. Георг собирает наше ополчение, а на нас напало больше этих дворков в серых странах. И у нас крупные проблемы, огонь пылает совсем в таком нехорошем виде. Хм, ладно, а почему ты не пошел к мосту? Спасибо, товарищи. Я думаю, что у меня звук гличит, и вообще с чем это может быть связано, кто знает. Я посмотрю, как можно будет это чуть-чуть компенсировать, хотя бы в процессе, собственно, игропроцесса. Ну окей, буду надеяться, что крупных проблем у нас не будет. Нам дали благословление, что еще? Давайте пока разберемся с этим мальчиком и девочками. И нам этого типа, наверное, хватит. Здрасьте, ребята. Вот так продвигаемся. Оставьте наших ребят в покое. Может быть, больше их количества в покое. Я вижу, что этих шлобок здесь в порядком. Окей. Обойдем вокруг. У меня как? У меня более-менее нормальная. Со здоровьем. Окей. Дальше. Еще пара этих ребят крепеньких. Утиль ворху на большую. Еще один. Посмотрим для трофеи. Просто немного монет. И еще инструментов. Договорились. Зелья. Ага, из действия. Здесь. А, вот и Георг. Да, мы помогли товарищу. Хорошо, а где они находятся? The militia is likely disorganized and scattered about town. You may have met some on your way here. Gather a half dozen men or so. That's the most we can hope for. Now go. When you've gathered everyone you can. Meet me at the wheat field south and west of here. We'd better search the town. Try to gather who we can. And I hope we can find enough still alive. Понятно, нужно найти выживших, чтобы организовать сопротивление. Им нужно человек пять, полдесятка, как он сказал. Давайте посмотрим. Доклад о готовности. Угу. Хорошо. Я не думаю, что среди этих раненых надо даст кого-то найти. Я последний раз проверю. Может быть, у него есть что-нибудь. Да, я встретился с Георгом, и мне нужно собрать как можно больше ополченцев. Угу. Хорошо. Раненых можно к нему отправлять. Договорились. Стоит, конечно, учитывать, что вообще-то я не заглянул в комнату моего дорогого приемного папаши. И это, наверное, и минус. Но, с другой стороны, как-то, хотя ситуация критическая, лазать по чужим сундукам родственным. Пусть даже условно родственным, мне бы не то, что хотелось. Давайте посмотреть, что вокруг находится. Угу. Эти ребята еще стриггерятся. Здесь, наверное, мы не совсем обойдем. Че-то узнают. Нужно было попробовать. Давайте сначала с этим разберемся. Привет. Ага. Давайте-ка мы их ряды приедем. Договоримся. Ага, успешно из наших родинских не сдох. Давайте теперь глянем вокруг. Можно далеко не по-всякому крутить камеру. Ага. Масло Блокман. Так. Одного нашли, и он не против. Это хорошо, когда не трус. Так. Страх по позволю. Тормоз. Надо им помочь. Да, определенно. Пошли. Магическая морда. Мастер, просто подождите. Мы можем помочь. Осторожно. Осторожно. Как ты думаешь, что будет, если два могуичных мага сражаются и переключат на тебя внимание? Минус один. Минус один. Блокман. Блокман. Дверь у тебя нет. Я не буду уехать больше времени на этот бутылок. Он не здесь. Минус не здесь. Минус не здесь. Минус не здесь. Я не понял, что это что-то не здесь. И хотят зачистить это дело. я надеюсь что они совсем мертва окей давайте паучков они обычно вертки и довольно и не могла бы ты типа так но мы должны привести помощь но она может быть еще жива кто этот мах ну в принципе договорились где фирма на севере окей да твой дом мы еще заглянем ты тут тоже боишься по углам поэтому потом может быть продадим эти ребята поблизости враги всячески не только одни дворфы сохранимся пока судьбе дима и давайте поговорим с нее что мы добрый друг уилл мосфилд ну в такой ситуации можно было бы конечно сказать и так но они неплохие бойцы и они могли бы нам помочь если бы мы им помогли и не время вспоминать был и обиду не так ли в порядке вот только в глазах темно и стоять не могу вы не видели моего брата ворда он я думаю что он где-то в деревне если ты его найдешь аварий прошу тебя он же мой брать вот только я ранен окей я попробую найти меринга он все поможет брат мере учтему нужно помочь этим посмотрим сориентируемся это тот наш дорогой оцелительного придется отступить немножко а у нас еще один дрожащий значит потенциальный диалог это значится привет ты вроде невредимы георгу нужно чтобы все ополченцы собрались на пшеничном поле на западе деревня окружена если ты не станешь сразу сейчас то потом точно погибнешь тебе помогут но если ты останешься здесь то погибнешь потому что будешь один это номер два как раз по пути но пинуть сейчас я вернусь к предыдущего пункта но привет раны не слишком серьезные вот еще есть надежда да я им за тем чтобы по злорослась обстановками то к сожалению нам придется работать вместе чертовы твари и откуда они только взялись а мой брат ты не видела моего брата угла где-то может быть он деревне держись я позову брата меринга очевидно их нужно натыкаться на них только в определенном порядке но окей может теперь он даст каких-то средства мы нашли раненых ополченцев ты можешь помочь да думаю я могу помочь тебе исцелить другого возьми этот мох с ее помощью раненый не будет чувствовать боль и продолжит сражаться а потом я вылечу его окончательно хорошо хорошо было салоне не мешает не знаю сколько это будет длиться мне дали ништяком да по идее есть кровоосновающие травы эти должны помочь хорошо еще один и буду надеяться у меня этих трав не одна штучка поэтому мы пойдем туда чем дольше привет вел у меня есть травы которые останавливают кровотечение и они себя точно помогут спасибо пожалуйста пошли это у нас значит четверо из пяти отлично очень даже хорошо пока что у нас здесь здесь у нас целего и домик копье может здесь есть какие жители которых тоже можно за экспортировать георгус очень нужна помощь на его заводном пшеничном поле у нас есть два варианта либо обман либо запугивание ну запугивать мы его наверное не будем но давай так мне нужна помощь пожалуйста впусти меня я помогу тебе обороняться спешно я здесь чтобы отправить тебя георгу живо черта стух я никуда не пойду люди умирают и многие дома уже горят если ты не пойдешь с нами то все равно погибнешь но но если я все это брошу я же за год столько не соберу все мои вещи сундуке лежат все ну как вы думаете если откажешься то не доживешь до утра как и все мы хорошо я доложу георгу и посмотрю чем я смогу помочь но только для того чтобы защитить мой дом и деревню хорошо пошли ну раз уж он так согласился допустили сразу то мы даже не будем его вещички подтипливать в конце концов так ну пять человек мы собрали я не знаю можно ли больше собрать честно говоря что у нас еще помнится наш дорогой тормоз имел хатку давайте я посмотрю здесь дом тормоза ровно по северу и есть еще домик этого товарища ферма может быть здесь опки какой из них тормоза вот этот давайте посмотрим уже есть подписи ахада он говорил что я могу подобрать предметы так что мы никого не оскорбим хорошо отлично познание книжица не важно мы возьмем еще немножко барахла то можно будет отдохнуть и сундучок огонь и мандолина ну опознать я наверное могу не так же просто я знание вкачу сми посмотрим целая куча барахла фах луканская мандолина и что же она делает особое использование свет окей но подсветка мне не так уж сильно нужно честно говоря я не знаю как вам но мне очевидно нет давайте я как-нибудь облотну свои болты до опознание мы определим заклинанием договорились еще раз немножко посмотрим и пойдем окей что у нас здесь находится умирающий серый двор как черт возьми любопытно его оставили живых дайте ка мы поговорим что мы хе-хе я убил троих из вас обитателей поверхности пока меня не свалили а те кого я убил они кричали все трое они умоляли их пощадить у меня все руки в их крови если ты хочешь меня убить пускай так и будет вот только их жизни ты уже не вернешь я мог бы его убить но мне нужна информация да сначала нужно узнать что возможно ты мерзкая тварь твой народ слаб и вам нас не остановить мы положим трупы твоих друзей обитателей поверхности в их дома и подожжем их это будет сигнал остальным жителям деревень в топях что скоро придет их черед почему вы напали на западную гавань потому что нам сказали прийти и искать какую-то серебряную вещь и мы повиновались то что мы между делом вырежем всю вашу деревню для нас только радость что за вещь это все что известно наше дело искать а не задавать вопросы таково наше задание наши приказы и мы их выполняем значит воромы мы подчиняемся своим хозяевам и мы исполняем их волю они верили уничтожить эту деревню и отыскать серебряную вещь кто ваши хозяева ты с ними встречишься а когда это произойдет тебя вы подрошет как и остальных представителей твоего поганого народца ну может быть мы даже тебя вылечим чертовы знают слабаки но он бы мог быть языком единственное что тут сгорит в твое тело это произойдет до того как ты умрешь окей я не собираюсь перерезать ему горло он сам сдохнет пока а спирит остальные я не сомневаюсь как видите загнулся так что я не собираюсь в него мараться посмотрим на камушке который потенциально полезнее здесь толком хрючка видно так это у нас webmos третий браз хорошо пить не лэнон а вот ему понадобилась бы помощь значит мы сначала ему поможем окей да есть кровоостанавливающие травы он пытался с ними сражаться но их казалось слишком много это понятно хорошо что не струсил подки и 50 пунктов опыта мне за это да это значит еще один боец главным образом это самое важное 50 минут об этом не так уж много на данном этапе хорошо значит сюда мы пришли можно было бы 100 вас еще раз поговорить вообще-то нужен георг я нашел несколько ополченцев больше чем пять вроде бы мы с ними даже поговорили вот георг-то нас ну чтож давайте с ним и по комикам отдельно мы там уже были спасибо чувак жаль черт возьми что у нас нет мага и мы всего лишь двоем ну да ладно пока мы еще не начали сражаться я хотел бы сохраниться еще раз а теперь можно и продолжать у нас есть кольки и благословления конечно закончится скорее всего к тому моменту как будет разница так я возьму болтик ребята идут в атаку чтобы можно было выстрелить хотя бы пару раз до того как они начнут хорошо теперь я переключаюсь на оружие и мы идем дальше будем надеяться что удачно будет сопутствовать давайте всю эту арду отправим на соцсет фигурки у нас больше не похоже на кубики склеены друг к другу если совместно в интернете было но конечно механики да и дешевле что у нас сохранились хотя здесь они вроде бы даже лучшим возле как первым интер даже свой стандарт там да и дешевле какой там три три с половиной на стопроцент не учитывал так плейдинг да это было слишком просто идем могут и типа да как-нибудь так мы прикроем сланга давайте все это вот так это цвет возможности я играю на среднем уровне сложности так что не вполне устраивает дальше конечно будет посложнее еще одного бог троицы может не каждый бог да детей мы должны спасти конечно конечно давайте сразу с места и в карьер сохранимся потому же пойдем с ломя чью-нибудь голову кире то это его мать ну да я пришел слава богам мама что случилось где дворфы которые всюду ворвались когда я услышала что идет бой я спрятала детей и пошла посмотреть в чем тут дело неожиданно эти твари ворвались в дом где они сейчас собаки загнали в гостиную и они все еще сидят внутри но дети я сказала детям чтобы они заперлись в доме но теперь эти твари уже там и они отрезали нам путь детишкам к счастью эти чудовища разбудили псов собаки порвали глотки двум тварям пока те не забаррикадировались в гостиной я не слышала оттуда никаких звуков их-то много прошу тебе помоги эта дверь не запирается аварий похоже псы ждут не дождутся что помочь нам разобраться с нашими гостями если открыть дверь то собаки разорвут их на куски тогда давай откроем дверь и упустим псов ты права наши авторы с локи сюда живо нам предстоит охота кей давайте я возьму значится вот это и мы пойдем немножко зайкаться дистанционно хотя бы частично дистанционно посмотрим как дело пойдет чуть-чуть поближе собаки живые вряд ли останутся но они по крайней мере отвлекают на себя урон иначе бы нам не поздоровилась я уже немножко не здоров и он тоже принципе а дальше было только хуже то бы было я не знаю я не считал очень человека 4 дворца 4 или 5 там было то есть существенно больше чем нас окей вроде бы мы живые почти что здорово давайте я отдохну нет еще нет а теперь да договорились собаки вроде даже живем по крайней мере 2 тяжело ранен и здорово была какая-то магия если не ошибаюсь этой кнопкой магии вот это давайте чуть-чуть поможем потому что он славно сражался и окно не тебе это бегаете хорошо совсем замечательно привет детишки ура авария мы слышали как они молили о пощаде перед смертью там есть кровь может вы смотреть конечно наверное теперь их трубу живут собаки ура усов костей до несколько месяцев хватит это вам не игрушки горит билл сидите тихо заткнись двигал мы тут могли охрипнуть от криков пока ты к нам пришел твой пень чего ах ты мелкий неблагодарный гоплин закройте дверь заприте ее если услышите что они снова пришли кричите извините нас мы останемся здесь и будем сидеть тихо обещаем окей а можно я что-нибудь возьму и любыми сами чем дадите это было бы черт возьми неплохо оказаться вознагражденным я так и быть не буду в общем-то налогать руки на здешние богатства сомнительные тем более что это дом моего компаньона я уж не знаю сколько времени компаньон будет жив потому что сразу начале битвы практически наша волшебница умерла к сожалению погибла смерти храбрых но не очень умных но привет да слава богам что он сбила вовремя подоспелие куда нам нужно нам нужно туда куда он бежит он сразу согрелся сам это неплохо кто здесь есть я не думаю что он останется в живых давайте я перечисто что не буду ближние действия но посмотрим может быть у меня есть шансы кто еще есть блэйдинг есть давайте я перемещу сына за него больше экспо дают конечно не факт что мне дадут большинство это некоторые минус давай давай сколько ты еще будешь сколько 47 нет 17 и больше не за это ладно давайте да очень маленький да у нас маленькая проблема полтора десятка маленьких проблем вооруженных а вот дэйган 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 матч было дэйган ласты night let us make the enemy pay in kind да давайте заставим их заплатить кто здесь та же самая компашка более-менее двадцать сегментами разберемся они представляют или серьезную опасность и они приспать и конечно но все равно и нам срывать получше будет кто еще будем все пошли обратно давайте к трофею не знаю как потом будет а мой напарник пока займется остальными делами кто здесь один ворф или два тут довольно тесно что это же не вполне могу наносить ром мах на подмоге ты же плохо снать из-за last of them for now gather the wounded and the dying let's see how many we can steal from death клетчас thank the gods we were able to hold them at the farm how many did we lose иен вера пиарсон what were those things anyhow never seen anything quite like them they're called bladedlings they're kind is rarely seen in our realm they dwell in a place beyond well then what in the nine hells are they doing here lethander doesn't illuminate all mysteries for me we must rely on our own wit and resources one of those dwarves mentioned they were searching for something does anybody know what it was last come over here аха дэйген может что-то злорвать мэни и обнатенса форчинит анады совсем на файнал найт а и стендюластов фэндов юрзи не атак а трагедии и вуза промысленная мэйдж урсу айбент ол да она была другом и это нападение настоящее горе уху они искали одну вещь и что же они искали серебряный осколок да и почему ты считаешь что они ищут этот осколок think it through their kind doesn't plunder of village like west harbour not for a few coins and an old helmet you they had a reason им должна быть серьезная причина что до нападения откуда он взялся it is from the time when your mother died those were dark times for the village we can speak more of the shard after you've returned for now all that matters is its retrieval понятно темная история и история от тех времен когда мать моя умерла и это видимо было несколько лет назад когда было исходное нападение после которого и пошла эта ярмарка жатвы со всеми этими соревнованиями для укрепления молодежи почему ты спрятал осколок в руинах i had my reasons which do not concern you right now was not a thing to leave above ground пока и штука непростая возможно опасная ну хорошо а что делать the stones outside of town are older and deeper than you may think in the farthest chamber of these runs look for a strong box inside is the shard сундук в руинах а а руины лучше чем кажутся в этих болотах лучше никогда не подумал бы что здесь есть что такое особенное что-то еще the remains only one thing you should not go alone level i need you to accompany my daughter to the ruins this is an important task but georg says the ruins have been overrun by lizard link tribes and that is why you must go together to can succeed where one might fail the cries of the wounded cannot be ignored any longer find the shard find it and bring it here правильно осколок ищем серебряный или серебристый но официально бачу father makes the hairs on my next stand up still if we're going to do this we should make some haste it sounds urgent нужно наверное поговорить сначала с остальными the path that runs along the river is our best route into the swamp we can take it to the ruins when you're done here так дорога вдоль берега лучший путь к болотам она наверное отмечена бруины западной гавади пшеничное поле карта ну нам нужно сюда я понимаю да вблизи руки это она есть ну чтож я наверное выровняюсь то дорожку да где тут она находится прямо сюда как-нибудь вот там где не совсем темно и мы с вами обращаемся до следующего раза это безусловно был длинный эпизод я не знаю как я буду обычно его редактировать и урезать до какого-то более разумительного формата но у нас будут больше дальше приключений в руинах прошлого кто бы мог подумать что вам понадобится свет но так аутро действительно делать веселее если вам есть что сказать вы конечно можете оставить свое мнение свои пожелания в секциях комментариев под этим видео если вам оно понравилось то конечно как обычно вы знаете что сделать и как каналу помочь вы можете поделиться этим видео социальных сетях что тоже очень помогает я был last of war из канала last of war беларусь до встречи в следующий раз и спасибо за просмотр neverwinter nights 2 нас зовет и теперь то экшена у нас будет сколько угодно пока